здравейки ребята вы на канале ford mac ну что же смотрим ролик с канал уголка кро посвященный новой серии удивительного цифрового цирка ну и по я там да никто их не отменял они все еще будут продолжать выходить я понимаю когда выходит таким прикольные клипы тесной аниматики которые хорошо обыгрывают вселенную но и не понимая когда выходит ну вы наверняка помните самые безумные истории школьников про бабку ёжку какое-то там раздвоение личности в общем полный пипец и зачем ты еще засунули помни и других персонажей из цирка короче посмотрим какая же шиза попадется в отношении плагиатов погнали почему новый эпизод удивительного цифрового цирка уже не вызывает такого внимания и почему он мне очень понравился чувство что ты не что это вполне нам как плагиаты цирка стали действительно очень похожими на оригинал и стали выдавать хорошие идеи но при этом все равно все скатывается в отстой по ходу дела дорогая чтобы быть вместе почему популярность цифрового цирка вышла из-под контроля сегодня мы будем во всем этом разбираться не отходите далеко что ж пойду попью водички всем массовый сдряв пути хайпа неисповедимы полгода назад вышел пилотный эпизод удивительного цифрового цирка от студии глич и он реально разорвал интернет даже блогеры которые обычно вообще не касаются темы анимации внезапно обратили внимание на данное явление например блогер маразм своем ролике цифровой цирк кринж для малолеток предъявлял довольно нетривиальные претензии что мне не понравилось во первых это конечно же графика дизайн персонажей и декорации я видел множество мультфильмов с какими-то странными персонажами там не знаю корпорации монстров или тот же лунтик и те персонажи как-то ну цепляли что ли ну не заставите вы меня полюбить этих абсолютно странных абсурдных и несуразных персонажей опять же здесь все одержится чисто вот на личном мнении то есть я не понравилось все конец причем единственно что вообще никакого обоснования от маразма не будет его почему не понравилось что они так до сравнения работ студии глич с работами голливудской студии pixar ну что ж самое время предъявить встречные претензии что гражданин маразм не делает продакшн как у мистера биста ну и тем более блять да ладно бы с бюджетом так и задумка там мультфильмы не какой-то масштабности и там найти невероятно проработанных персонажах в отношении ворсинок и а в том что это по сути говорит визуализация что происходит внутри вот подобные игры а почему это такая ты понимаешь ли вообще не делаем и вот после того как я задел популярного блогера который в отличие от меня собирает хорошие просмотры после этого жеста отчаяния можно двигаться дальше по сути резко появился целый огромный фандом которому явно ближайшее время не выкатят вторую серию и куча деятелей начали активно пытаться выцепить свою часть аудитории из этой массы с переменным успехом о чем еще поговорим позже но по итогу у меня сложилось ощущение что к выходу второго эпизода официального цирка многие люди немного перегорели нет сам цифровой цирк все так же круто собирает просмотры но я уже не чтобы его разборы и поиски пасхалок вызывали бы столько же интереса как это было при выходе дебютного эпизода то есть в этот раз я явно не смог ну ладно и на самом деле выходит собой но этого следовало ожидать что после чего-то громкого такого опять же тем более первой части уже ставшим первой серии само собой какой спать не будет учитывая что мы ждали ее ну после полгода могу хайпануть а это точно сейчас бы не помешало но знаете в чем парадокс вторая серия цирка на мой вкус заслуживает гораздо большего внимания лично на меня первый эпизод не произвел ощущение чего-то феноменального я не испытывал негатива к мульту мне было норм но честно я не понимал почему он вызвал настолько большой резонанс честно говоря в такие моменты ты реально чувствуешь себя дедом дедом не в плане того что ты задумываешься это морщина на твоем лице или ты просто ночью неудачно вписался в подушку или там переживаешь что на кассе тебе продали алкоголь без паспорта или кто-то на улице назвал тебя дядей нет именно ощущение того что ты не понимаешь почему свежий интернет аудитории нравится какая-то вещь что ведет к страху что у тебя мозг уже атрофировался в плане потребления чего-то нового но вот вторая серия мне действительно очень понравилось вторая серия уже задает определенную атмосферу когда мы видим помни которая падает в бездну хотя тут еще имеется философский вопрос насколько корректно называть это кошмаром если пребывание в цифровом цирке воспринимается героиней явно не как какой-то санаторий нашим герой кошмар в кошмаре нам поручают отобрать у бандитов кленовый сироп и вернуть его королевству конфетного каньона вся суть нашего пребывания здесь это ролевки главное чтобы не ролевухи по фанфикам с тобой хотя и помни выживший против алга если ты готова кроссоверу с лунтиком то никаких проблем героев перемещают в местность которую с чистой совестью можно назвать адом для диабетиков и начинает ну любимую локацию для многих создателей видеоигр я знаю что поминал соник садик ауэрс но просто не могу эти цвета вот прям так и жду сейчас 10 это соник пробежит целлютый безумный макс только если бы тамошняя пустыня была бы более разнообразной в плане визуала и съедобный звучит так-то идеально если подумать помни пытается скосплеить ван дамма только руками и вот кажется что нас ждет экшен ориентированный эпизод который наполнен идеологовым юмором и визуальными гэгами я вполне настроился на эту волну однако внезапно серия довольно резко двигается в другую плоскость помни один из бандитов крокодил гамику проваливаются в текстуры и попадают в комнату разработчиков где выставлены нпс транспорт и прочие ассеты из локации гамику осознает что он всего лишь нпс и что вся его жизнь такая что музыка здесь мое почтение по сути не настоящая весь твой мир построен я хочу чтобы ты рассказала что я на самом деле и судя по тому что я наблюдаю далеко не все зрители ожидали что эпизод вот так вот уйдет в жутковатые экзистенциальные размышления о ничтожности собственного существования некоторым такое решение показалось довольно резким и ряд зрителей подписались бы под вот этими словами джекса должен сказать я рассчитывал на что-то гораздо менее разочаровывающие ну знаешь типа большую финальную битву резня смерть хаос и мне захотелось порассуждать насколько вообще подход со сменой тональности в процессе в принципе имеет право на жизнь первое что мне пришло в голову это культовый фильм от заката до рассвета где половину фильма ты наблюдаешь казалось бы классический бандитский фильм с диалогами квентина тарантино буквально тут играет тарантино и ведет диалоги да и внезапно на середине кино резко превращается в вампирский трешовый боевичок и мне интересно каково людям для которых этот поворот был сюрпризом я как и наверное большинство зрителей смотрели от заката до рассвета с осознанием того что фильме будет борьба с нечистью но если смотреть все это просто как случайный кино сначала без знания контекста то можно реально прифигеть и вот сейчас разрушены ожидания рассказать но при этом самое главное что именно ожидание от качества фильма никуда не исчезли и они по полной окупаются ибо фильм прекрасен также честно в этой серии вроде ты думаешь ну да снизился темп все стало довольно мрачненько эксистенциально но при всем при этом это наоборот работает как раз таки давая и помни для того время для того чтобы как-то опять же осмыслить то что с ней случилось уже с кем-то похожим в ее ситуации ну и показать показать опять же изнанку этих самых карт которые говорится открывает окей на все должен кое в чем признаться при всей моей любви к данной киноклассики я всегда размышлял о том что с радостью посмотрел бы фильм про этих двух братьев с их диалоговым пинг-понгом и без всей этой вампирской бойни и смещения в другой жанр но в любом случае это здоровское кино у меня есть более отрицательные примеры ну на мой индивидуальный вкус такие фильмы с адамом сэндлером как приколисты и клик да я знаю что последний фильм многие любят и ностальгируют не он прикольно на самом деле но вот что что то там реально очень такой резкий сдвиг в отношении настроения что вроде приколы ой я стал хауком ой пульт может то-то то-то и внезапно под конец блять грустная вот серьезно прям под конец защищаешь какую-то абсолютно странную прям адовую меланхолию что ли это некоторые уже пишут что выезжают поджигать мне дверь но я всегда считал что внезапное превращение данного творения из комедии в прям таки драму во второй половине фильма абсолютно неуместно и нет не поймите меня неверно комедия и драма вообще органичны друг другу смех это защитная реакция мы естественно стремимся превращать трагичные вещи и наши переживания в шутку но с этим нужно умело работать а вот в этих фильмах мне всегда казалось что сценаристы на половине пути решили снимать вообще другое кино возможно эти самые половины нормально работали бы по отдельности но в какую-то целостную картину в моей голове они вообще собираться не хотят но вот с цирком у меня проблем не было в конце концов эпизод уже начинается с кошмаров помни показывающих ее страхи и сама суть персонажа будто бы и создана для таких ситуаций а дальнейшая атмосфера скорее выстраивает целенаправленное разрушение ожидания нежели что-то что сценаристы внезапно выдумали в процессе тем более тут есть параллельная сюжетная линия остальные герои встречают монстра помадку который не съедает их только потому что его пищевой рацион не включает ничего что не может вызвать кариес вот хрен знает может и могут вызвать в особенности волосы рогаты это околозабавная линия чередуется жутким осознанием гаммигу и таким образом мультфильм сохраняет баланс моя жизнь воспоминания все фальшивка чувство что ты не что это вполне норма помни видит потерянном крокодиле себя личность которая действительно может почувствовать ту же внутреннюю пустоту что и свойственно ей и вот помни зовет энписи в цифровой цирк надеясь что там он сможет действительно почувствовать себя настоящим я пришивусь уверена что приживешься не хуже чем я и фью момент слейта кажется один из этих проскользнул стоп чё стой что ага ну что ж что что увидим его в следующих сериях я понимаю что вам нравится вашей песену если я перестану понимать кто человек а кто антиси кто знает что может случиться в этом моменте есть и некий элемент черного юмора вот персонаж проходит какой-то путь и уничтожается в один миг а с другой стороны это же реально жутко помни наконец нашла себе родственную душу кого-то кого она могла назвать своим другом я пустое место это может показаться странным но кажется мне знакомо это чувство она проявила инициативу чтобы привести крокодила в цирк и все эти действия обнулились одним щелчком это более чем безысходная развязка и это круто эти две параллельные сюжетные линии и в стилистическом и в смысловом плане показывают разницу между состоянием помни и всеми остальными и вот это то что я хотел получить в первый раз единственное к чему я могу придраться это дизайн крокодила он достаточно невзрачен чтобы можно было предположить что он не впишется героем на постоянку обо мне неплохо реально неплохой дизайн а в виде плюшечки он вообще милашка такой мягонький приятный хотя при на чем вы ожидали от мармеладного крокодила и я сразу заподозрил что с этим героем что-то пойдет не так но это мелочи в этом эпизоде я увидел гораздо больше потенциала чем в пилотной серии и мне кажется что в этот раз как раз таки разборы данного эпизода в интернете должны собирать сумасшедшие просмотры но нифига кажется я не понимаю интернет возможно у цирка просто уже исчез эффект новизны опять же само собой будет много просмотров опять же фанаты будут радоваться каждому эпизоду но это уже будет знаете так по приглушение в отличие от предыдущих это предыдущего пилота возможно людей свое время просто под задолбал цифровой цирк в частности закосы под него я уже разбирал пиратские псевдо продолжения цирка канал с которыми кстати отныне отсутствует и видимо мы хоть что-то хорошее ролик теперь полон отрывков из утерянного материала я разбирал живой русский детский контент отрывки из которого мне лучше не показывать ибо в прошлый раз у меня отжали монетизацию и создатели обвинили меня в том что я желаю актерам смерти а точно я помню этот конфликт какой же это был кринж господи высказать мнение отдаст это видит господи и я об этом не знал но по ходу им виднее но по крайней мере по этим штукам видно что это не настоящий цифровой цирк если только кто-то не воспринимает вот это как внезапную лайф-экшн адаптацию но есть канал который действительно смог выкатить визуальную часть которая все же похоже на привычный нам цирк то есть если 2d жный контент можно было еще с натягом записать в типа пародии то тут создатели немного мягко говоря обнаглели но ничего возможно они сделали достойный контент за просмотром которого можно скоротать время в ожидании настоящего цифрового цирка и так канал хорн стромб выкатывает нам рождественский выпуск удивительного цифрового цирка надеюсь тему пляжного эпизода тоже раскроют ближайшее время что это может быть стрела так я не совсем понимаю мы типа слышим ее мысли или персонаж не двигает ртом это не хватило денег наниматься у рта а понятно похоже наш подражатель дела цифрового цирка решил что надо скопировать визуал оригинала но без такой дурацкой лишней части как смыкание губ какая если подумать устаревшая ерунда отныне персонажи перешли на другую стадию развития и являются судя по всему телепатами а вы что нет ребята ну это как-то несерьезно но при этом самом начале буквально несколько секунд упомни рот все-таки двигается это магия постоянство аниматоры все же должны были сделать эти долбаные рты но забили прямо в самом начале а я-то думал что я быстро сдаюсь когда берусь за какое-то дело и так кейн одеты как санта клаус вручает джексу подарок и я жду что он будет явно с каким-то подвохом ну-ка просто ебучий охуенный сетап для а не знаю там геймера 228 но ладно мы узнали что джекс является любителем энергетиков спасибо что хотя бы не на яшке сидит ну и так как лучше подарок виде банки энергос и а кстати говоря мое почтение белый монстр вкуснятина забронирован королеру пришлось довольствоваться подарком виде женщины да не всем везет я пока не понимаю завязку тому что я смотрю но ладно я никому не нравлюсь даже подарков на рождество не подарили вот наконец-таки появился какой-то конфликт рогата не получила своего подарка если бы я что-то могла пожелать на рождество загадала бы познакомиться с парнем а мы заранее подготовили его для тебя в этой коробке так что он скорее всего умер от недостатка кислорода но как говорится мертвый мужчина еще 40 минут мужчина что-то попутал не хочешь куда-нибудь опачки мэл рога ладно я знаю что роги диэн получается я забыл звали от именно мужскую версию вот этого самого опять же растрёпая ходить куда угодно ну тогда идем в очередь в мфц тебя никто за язык не тянул до проблема рогаты тоже была довольно быстро решена и буквально весь мультфильм про то что героям просто вручают подарки можно посмотреть нет маленькая жирная жопа что это у нас косплей вечеринка это не для косплея это для ролевых игр чё ты тупую корчешь не ломай комедию то есть они взяли цифровой цирк и сделали из него какую-то сахарную историю от которой тебя тянет фонтанировать радугой какое чудесное фото друзья мои даже хотя бы бизон чуть-чуть постарались однако реально просто сахарная история с тем что подарки рождество радость тем временем цифровой цирк депрессии выхода дед подарки депрессии хороший контраст однако это лучшее рождество на свете счастливого рождества и вы скажете ну чего ты придираешься это просто очередной детский контент который сделан на отвали но тут еще есть такой момент это выход о боже спасибо кейн это здесь я попала в цифровой просто нужно дождаться рождественского эпизода официального и все решится спасибо агентство кейн просто может их выпускать цирк компьютер отключен во первых есть подозрение что помни все же поменьше двадцати и вам стоит удалить все эти картиночки вашим избранным пока к вам не постучался товарищ майор а во вторых создатели берут всю эту тему с поиском выхода так что они явно смотрели пилот и знает в чем суть цирка так почему они достигли результата который похож на цирк на глаз но настолько не имеет ничего общего с ним по содержанию и тут я задумался вот о чем может это такая безопасная версия удивительного цифрового цирка типа ваш ребенок хочет посмотреть какой-то там цирк о котором он слышал от сверстников но вы понимаете что он слишком мал для такого и просто включаете ему вот эту версию доброты подарков и бесхребетной истории а потом я включил следующий эпизод и он начинается так это довольно резкая перемена это реальная история про то как помни превратилась в монстра прям как кауфма в пилоте который здесь жив по какой-то причине она пытается убить других персонажей видимо потому что ей в прошлом эпизоде мужика не подарили вот откуда и пошли все проблемы и нам внезапно показывают даже неплохой экшен для фанатской анимации некоторые решения вообще являются вполне себе креативными в результате неплохо единство звуков дохера в итоге получается каша в ушах и помни показывают выход и она от счастья возвращается в исходную стадию мне нравится как мы прошли путь от доброты и подарков допомни которая получает похлебалу от джекса и вот эту стрёмную концовку но к счастью в следующем эпизоде не предлагают решение проблем итак кейн берет собой помни на ограбление банка эксцентричность всего происходящего реально навевает вайбы оригинального цирка но вот герои приходят в себя в тюрьме что делают тюрячки долбят задниц и по щелчку кейн и помни возвращаются домой и это все тоже стремительно заканчивается и меня это прямо бесит то есть буквально вы взяли хорошую идею который можно сделать полноценный такой фанатский эпизод и просто все до этого я смотрел просто халтурный детский контент по уцц где на месте персонажей мог быть кто угодно но вот здесь есть реально нормальный экшен есть хотя бы какое-то представление о персонажах но почему все это выражается в каких-то коротких историях которые просто резко обрываются хотя у них есть интересные сюжеты с банком с метаморфозами с вот это я вообще не понял про что было но видимо местные творцы ну очень хотели выдать каждой твари по паре я не знаю предлагаю стройчерки и возможно весь этот контент вызвал некое перенасыщение цирком да при том что официального цирка до недавнего времени был всего лишь один эпизод но все эти закусы настолько заполонили интернет что у некоторых уже просто выработалась отторжение похоже это неизбежная цена популярности так что если вам иногда грустно что вы смотрите что то у чего мало фанатов и вам не с кем поговорить про ваши интересы но по крайней мере по вашим любимым вещам не делают мульты с такими завязками девочки помогите же это ты да я случайно выпил какой-то странный женщина впрочем ему идет а с вами был аккор зато мемчик сделали все пора ставить точку если вы не смотрели мой прошлый ролик про новый сезон белмы ску мы смотрели это это пиздец короче чем могу сказать ребята я я в ахуя от того что и оказывается есть вот такой более-менее неплохой контент по цирку по какой-то степени также согласен и сомнением по официальной серии и очень надеюсь что все таки как-никак но я не ожидаю безумного хайпа надеюсь что серии все еще будет получать огласку что народ будет искренне это ждать что опять же гусворкс вообще авторы цирка получит действительно какой-то эти карт-бланш в будущем на создание каких-то еще проектов что может быть у него будет будущее фулацены анимации не только опять же как и в интернет анимации кто знает ждем новых роликов спасибо акру комментарий колокольчик надо будет все-таки ознакомиться с этими странноватыми анимациями по цирку и спокойной дочи дружки пирожки